Нависшая опасность. Каждую зиму омичи боятся, как бы им на голову не упала сосулька. Из-за резких перепадов температур в последнее время очень высока вероятность схода снежных масс с крыш домов. Это может закончиться и несчастным случаем. Убирать шапки снега и сосульки своевременно должны сотрудники управляющих компаний. Как они справляются с этой задачей в Ленинском округе, узнала Светлана Урванцева. Со специалистами окружной администрации она отправилась в рейд. По дорожке у этих домов Нина Наумова проходит каждый день. Сегодня она даже опасливо не поднимает голову вверх. Сосулик на крыше нет. То ли управляющая компания сама позаботилась, то ли помогла заявка жителей. Я живу на вокзальной 2, у нас крышу поменяли, у нас сосулик нет. А вот 4, 6, 8 ребятишки ходят в школу. У меня две внучки ходят в гимназию. И постоянно возле этих домов ходят сосульки, ловят. У специалистов управляющей компанией «Сентябрь» в привокзальном поселке 50 домов. Убирать с их карнизов сосульки получается примерно раз в неделю. Но в такую снежную зиму, как нынешняя, делать это можно хоть каждый день. Проблемами это подъездных моментов. Это вот когда гаражи близко стоят к домам, свисающие провода. Ну, в основном температурные условия. Есть моменты, где нужна мех рука. Стоимость варьируется порядка двух тысяч за час. Сегодня сильных морозов нет. Подъехать спецтехнике к соседнему дому можно, но на крыше сосульки. У этой двухэтажки другая управляющая компания. Напротив ее названия в специальную папку сегодня поставлен большой минус. За месяц, как правило, в зимний период составляется около 10-15 протоколов. Статья предполагает санкцию в виде административного штрафа в размере от 5 до 20 тысяч рублей. Это на должностных лиц и от 10 до 100 тысяч рублей на юридических лиц. В последнее время управляющие компании достаточно часто и вовремя устраняют данные правонарушения. Но также имеются недостатки в том, что могут и по срокам они просто физически не успевать. Неважно, по какой причине не убрали, но если на карнизах лед и снег, сотрудники окружной администрации обязательно составляют протокол. Дом 8 по улице Карбышева они заметили, когда ехали на предыдущий адрес. Длинные сосульки с этой крыши свисают практически до окон. То оттепели, поэтому сосульки вырастают, можно сказать, не по дням, а по часам растут. Но мы планируем на следующей недельке заказать сюда вышку и навести здесь порядок на этом доме. В принципе, по остальным домам мы уже успели проехать, более-менее порядок навели. А здесь самое как бы осталось. В первую очередь убираем те дома, где у нас прямо проходят пешеходные тротуарчики. А здесь как бы маленько терпит этот дом, то есть пешеходный тротуар подальше от сосули. Вот только далеко не все дети гуляют исключительно по тротуарам. Для малышей ледяные глыбы все равно представляют большую угрозу. Светлана Урванцева, Андрей Кузьмин, Антенна 7.